17. Настя переоделась в обычную одежду. Рабочие брюки, серое пальто. Но даже в таком одеянии она стала казаться Денису совсем другим человеком. Да, резкое лицо, манеры, но без формы СБ совершенно иное восприятие. Как все-таки обертка, образ влияет на оценку человека, подумал Денис и вспомнил свой ежедневник. Странника и Женю оставили в подвалах. В подъехавший к заводу рабочий троллейбус зашли Настя, Олег и Денис. «Усаживайтесь поудобнее», сказала Настя. «Нам долго катиться». Денис выбрал место у окна. Протер рукой запотевший пластик. Пустые пейзажи вокруг завода сменились улицами. Возле домов крутились дети, встречая своих родителей. Те стягивали со своих лиц маски, обнимали малышей и поправляли маленькие маски уже на их лицах. Денис видел собирающиеся очереди возле магазинов алкоголя. Многие после работы наполняли свои металлические фляги. Уже темнело, но город еще не ощетинился темнотой, не пугал закоулками и не предлагал убраться с улиц куда-нибудь в убежище. В вечернем легком тумане даже уютно светились желтые фонари. Мелькающие силуэты идущих людей создавали жизнь и дарили чувство спокойствия, чувство нормальности. Ничего плохого не произойдет, пока есть движение. Денис бросил взгляд на Олега. Тот со сложенными на груди руками смотрел перед собой с безразличным лицом. — Я только что видел почтальона, — сказал ему Денис, надеясь как-то улучшить настрой Олега. — Бедняга, — ответил Олег. — Бегать по темноте — то еще удовольствие. Да и холодно уже к вечеру, раз он на улице, кстати, с сумкой. — Ага, значит, ему еще надо перейти на саму почту, отметиться. И только потом домой. — Думаешь, в Серове живут так же, как и мы? — Ну а как? Да, город в разы побольше, есть всякие раздекаловки, типа тех, что мы прячемся. Но тут и воздух сам уже видишь. Какой? Маски, мало дождей, так еще и дыши через тряпочку. Трудно так сразу сказать. И есть хорошее, и плохое. Все эти притоны — лишний способ потерять кредиты, никак при этом не улучшив свою жизнь. Олег проводил взглядом за окном целующуюся под фонарем парочку. — Но тут есть побольше людей разных профессий. — Я помню, — кивнул Денис. — Тут живет неофициальный доктор для твоего отца. Олег вздохнул. Уже скоро, по-своему поняв вздох или услышав и решив разрядить мрачную обстановку, сказала Настя. Несколько остановок, и мы на месте. Свет фонарей останавливали длинные ряды многоэтажных домов. В некоторых Денис насчитал аж 12 этажей. В Синьевском таких не было. Наконец-то Настя скомандовала вставать, и они вышли на остановку. Олег оглядывал 12-этажный дом, задрав голову. — Да уж, одного такого хватит, чтобы весь день письма разносить. — А нам на какой этаж? Настя улыбнулась и пошла к дверям подъезда. Возле него пританцовывал от холода мужик в шапке и маске, из-под которой вырывался пар. — Ждёт, — подумал про себя очевидный Денис. Они все втроём тоже были в масках. Двойная полезность. Зайдя, Олег уже двинулся на лестницу, но остановился. Настя прошла дальше по коридору. Он удивлённо посмотрел на Дениса, и они двинулись следом. Настя нажала кнопку, установленную прямо на стене. Возле неё дверной проём с двумя створками вверху загудела и заскрежетала. Шум приближался, пока резко не остановился. Секунду спустя, словно неохотно, со скрипом, раздвинулись половинки дверей. — Это как грузы подымают, да? — с интересом спросил Олег, осматривая тесную кабину. — Почему как? Грузы подымают. Человеческие. Настя нажала одну из кнопок, и кабина дёрнулась, набирая ход. Денису это ощущение понравилось. Вроде и на месте стоишь, но и летишь. — Нам бы такое, — проговорил Олег. — Хоть у нас и максимум девять этажей, а всё равно лучше, чем идти. У меня в девятиэтажке такого нет, хотя вроде дыра в стене задевана. Я думал, там старые технические помещения были. Двери вновь открылись, выпустив всех на площадку. Настя подошла к крашенной деревянной двери и нажала кнопку звонка. Изнутри донеслись шаркающие шаги. — Кто там? — спросил недовольный, видимо, не выспавшийся голос. — Настя. — А с тобой кто? — Да все свои, не переживай. Лязгнул засов, и в проёме показалось небритое лицо с редкими всклокоченными волосами. Он впустил всех внутрь, зачем тогда делся, и закрыл за собой дверь. — Знакомьтесь, это антиквар. Перед ребятами стоял щуплый мужичок. Хозяин квартиры носил обвислые штаны и довольно помятую футболку. На ногах поношенные тапки. — Совсем старик, ему лет сорок пять, — подумал Денис. — Чего надо? — ворчливо спросил антиквар, без энтузиазма кивнув ребятам после их представления. — Есть интересная для тебя тема, — сказала Настя. — Можем где-то присесть поболтать. Вздохнув, антиквар развернулся и зашаркал по старому коридору в комнату. Входя, Денис ожидал увидеть стандартный интерьер. Диван — их всё равно фабрика делала только три вида. Стол, радио, может, какие-то мелочи. По большому счёту, он это и увидел. Но не такое, как ожидал. Вдоль стены два стола составлены в один длинный. Над ним полки. Фабричные и несколько просто из досок. Всё это заварено хламом. Вернее, Денис нарёк это хламом, но явно не владелец. Детали от неизвестных машин, микросхемы, куски проводов, металлические и пластиковые корпуса. Разве что по центру одного из столов была расчищена зона, над которой висела самодельная лампа. Вся на шарнирах, можно поворачивать как угодно. Денис таких в магазине не видел. Не только эта часть комнаты была рабочей. Вдоль стен расставились ящики, причём некоторые довольно грязные. В углу кучей сварены полиэтиленовые мешки. Между всем этим как-то уместился и диван. Антиквар сел на вращающийся табурет с видом, словно это мягчайшее кресло. Указал остальным рукой на тот самый диван. Денис осторожно пролез и сел. Олег остался стоять. А Настя, поискав взглядом, сумела найти и откопать себе табурет. Зачем пришли? Раз с пустыми руками, то вряд ли ремонтировать. Антиквар по очереди смотрел на каждого. Помнишь ту свою штуку? Расслабленно как бы. Между прочим, спросила Настя. Штуку? Прищурился антиквар. Летающую. Камень тоже летающая штука. Ты понял, о чём я? Ты про винта крыль? Пробурчал антиквар, устаившись в пол. Помню, само собой. И что? Ну, его оттащили в ангар на заводе переработки. Ты что, решила мне напомнить всё это? Да. Ты главное услышь. В ангар оттащили. И всё. Так и валяется. Никто его не переплавлял. Глаза антиквара забегали. Денис с Олегом с непониманием, но интересом, наблюдали за этой сценой. Неужели решили его довести до ума? Настя кивнула. Да, очень надо. Такое дело, что эта машина может очень сильно помочь. Надо лишь вернуть ей способность летать. Глаза антиквара сначала вспыхнули и вновь сузились. Он взял со стола гаечный ключ, завертел в руках. Так меня хотят официально попросить или что? Мы похожи на комиссию. Не особо. Это меня немного волнует. Вы хотите его завести, чтобы потом украсть? А смысл? Когда такая штука взлетит, сразу же заметят. Он вон и не летал, а всё равно пришли и забрали. Ну и приедут снова. Это лететь можно только в один конец. Туда, где не достанут. Но откуда уже на нём и не вернёшься? Он усмехнулся. У нас как раз такая ситуация. Всё так же спокойно, сказала Настя, не сводя взгляда с собеседника. В смысле? Хотя ладно, мне знать не обязательно. Но это же собственность ЖЭО. Переплавили или нет, не важно. Разве не опасно? Опасно, кивнула Настя. Но этот вопрос мы решим. Ну не знаю. Антиквар почесал подбородок. Зачем мне все эти проблемы? Винтокрыл чинить это не радио. Процесс заметный. Местами может даже шумный. Надо же проверять. Твой интерес в тебе самом. Настя вдруг наклонилась на табурете и пристально посмотрела на антиквара. Разве тебе самому не хочется закончить с этой машиной? Ты же её по кусочкам собирал. И оставалось совсем немного. Увидишь её в действии. Оживишь. Даже если её всё-таки кинут в котёл, она успеет себя показать. Антиквар не отвечал, жуя нижнюю губу. Надо подумать. Сказал он то ли в ответ, то ли самому себе. Пойду, поставлю чайник. Он ушёл. Денис прохаживался по комнате, рассматривая её содержимое. Осторожно выглянул в коридор. Больше дверей не было. Эта комната была антиквару и спальней, и мастерской, и залом. Винтокрыл? Спросил Денис. Звучит, как фантастическая тварь из сказки. Настя засмеялась. Так и есть. Я сама не знаю, откуда эта хрень взялась. И она на самом деле одна единственная. Эта машина, умеющая летать. Летать? Хором спросили Денис и Олег. Настя победно кивнула. Это какая-то из машин предков или по их технологии? Спросил Денис. В книжках летающих машин хватало. Я ещё думал. Не выдумка ли? Не знаю. Повторила Настя и понизила голос. Вы сами видите, что это за человек. Собирает всякие остатки из добычи. Разбирает, доделывает, переделывает. И как-то он нашёл одну из частей этого винтокрыла. Каким-то образом догадался о её назначении. Стал собирать остальные детали. Но эта штука здоровая, сами понимаете. Работал в одном из зданий. Его засекли, сдали, машину отобрали. Самого уже наказывать не стали. Он работник довольно хороший. Сильно переживал. Я сама не до конца понимаю, как она может летать. У нас подобного нет, а машины предков для нас ничто. Но верю, что он знает и не ошибается. И без него для всех это просто куча хлама. Это точно. Из кухни с железной кружкой в руке шёл антиквар. Это механизм с виду простой. А на деле всё должно быть чётко. Чаю хотите? Спросил он у остальных. Олег кивнул. На кухне там всё. Сам найди, во что налить. Он в том же состоянии, как и забрали от меня. Ты слышал, о чём я говорила? Я не видела. А если бы видела, не смогла рассказать. Ясно, ясно. Бормотал антиквар. Значит, надо осмотреть. Там не хватало несколько важных деталей. Это если ничего не сняли. Посмотришь, что и как. Нужные части добудем. Так. Начал удивлённо поднимать брови антиквар и сам же догадался. Это получается и мне придётся участвовать в их поиске. Никто ж не разберётся. Настя молчала, давая ему упорядочить мысли. На кухне гремёл посуда Олег. — Дельца любопытная, — уговаривал себя антиквар. — Страшновато. И так стараюсь не светиться. Если заметут ещё раз... — С заметанием я смогу помочь, — вкратчиво нашёптывала Настя. — Ты ж вспомни, кем я работаю. А всё это дело я буду тщательно поддерживать. — Ну да, ну да. Ладно, когда идём? Сейчас? Олег зашёл в комнату с дымящейся кружкой. — Ну дай хоть чаю попить, — улыбнулась Настя. Договорились встретиться завтра. Антиквар должен будет приехать вместе с рабочими. А дальше люди Насти его проводят. Уйдя от антиквара, они сели на проходящий мимо района завода троллейбус. От остановки ещё пришлось идти пешком. Настя завела их в очередной подвал. Люки, коридоры, условные стуки. И, наконец, они вновь в комнате со странником и Женей. Странник до сих пор спал. Только уже по-детски, тихо сопя. Денис рассказал всё про встречу Жене. Та не особо удивилась описанию летающей машины. Даже как-то обрадовалась. Настя попрощалась, сказал Денису с Олегом быть готовыми утром. Утром знакомые или работники Насти принесли всем рабочую одежду. Олег натянул поношенную куртку, подвигал плечами. Денис надел почти автоматически. У него своя была такая же, только с логотипом департамента уборки. Снаружи в прохладном утреннем воздухе уже гудели цеха. Невдалеки антиквар тоже в куртке с логотипом ЖЭУ. Притащил с собой увесистую сумку. В это время по территории завода туда-сюда бродили люди. И подозрения никто не вызывал. Ангар находился почти на краю территории. Главные огромные ворота заперты. Денис уже приготовился к очередному обходу под землей или через тайные лазы. Всей группой, включая вышедших с ними из притона рабочих, они подошли ко входу. Стали кучкой, прикрыв одного из своих. Тот просто достал ключ и отпер замок. До конца ворота не сдвигал. Лишь щель, позволившую всем войти. С высокого потолка светили лампы. Прямо по центру стояла побитая машина. По форме нечто вроде головы или тела, из которой рос длинный хвост. На самой этой голове крепился огромный винт. Черный корпус был сильно покорежен, но внутри на вид все более-менее целое. Антиквар тут же подскочил к машине и начал осматривать ее с интересом нашедшего ценность. Он даже приложил к борту руку, словно к раненому человеку. Что-то нашептывал сам себе. Денис и Олег не вмешивались. Они тоже с интересом осматривали это механическое чудо. «Шесть сидений», — сообщил Олег, заглянув внутрь. «Как раз», — кивнул Денис. «Сколько мы уже чудес повидали. Оказалось, мир везде такой одинаковый», — рассказывали, по крайней мере. Говорил Олег, продолжая ходить вокруг винтокрыла. Он покосился на Женю. «А ты про такое слышала? В вашем департаменте информации такая информация не проходила?» Денис почувствовал неприятный сарказм в словах Олега. Женя ничего не ответила. Просто стояла в сторонке, будто скромный человек в гостях. Время шло, как казалось всем, кроме антиквара, очень медленно. Он же излазил все доступные уголки. Подтащил свою сумку, достал разные ключи. Нырял в недра винтокрыла, бурчал, откручивал детали. Кричал всем отойти, дергал в кабине рычаги, но ничего не происходило. Максимум один раз вся машина дернулась. «Ну что там?» — не выдержав, подошел к нему Олег. «Будет эта фигня летать или нет?» «Будет, будет», — ответил антиквар. Олег ждал продолжения объяснения, но не дождался. «Так а когда? Ты, может, вчера не понял, но у нас как бы времени не так много?» «Да все я понял», — буркнул антиквар, вырезаясь под днище. Достал из кармана тряпку и вытер выпачканные руки. Помяли местами, но не критично. Все равно вся механика на раме, и она целая. Корпус можно не делать. Нам же от холода или дождя вроде долго не надо прятаться. Погнутую лопасть тоже исправлю. Тогда не успел, просто прицепил. Надо будет только ее вынести и потом в металлическом цеху починить. Но есть пара важных проблем. Он замолчал, особо тщательно протирая каждый палец. Закончив, он как бы с удивлением воззрился на остальных. Неужели они ждут его слов? Здесь поврежденный топливопровод. Подчинить его, увы, никак. Только замена. «И где нам его взять?» — спросил Олег. Антиквар пожал плечами. «С какого-то двигателя?» «И где есть еще двигатели?» Антиквар не успел ответить. В ангар вошла Настя. Спросила, как дела. Ей все пересказали. Она ненадолго задумалась. «А если на третьем участке поискать?» Она посмотрела на антиквара. «На третьем?» «Ну да, там откапывают механизмы». «Да ты многое оттуда как раз и берешь. Это мне предлагают за ненадобностью. Все равно на переплавку. Это не важно. Главное, там могут быть твои детали. Значит, надо порыться». Антиквар снова пожал плечами. Настя обернулась к остальным. «Третий участок — один из участков добычи. Там в основном не электроника, а остатки машин. Может, какой-то завод тоже был когда-то». «Понятно», — кивнул Олег. «Значит, нам надо покопаться в этой добыче. Или своих людей попросишь». «Можно было бы и людей», — задумчиво сказала Настя. «Но тут дело пока еще больше личное. Не хочу подставлять кого-то. Да и просто слишком много слухов ни к чему. Кто-то сболтнет про запчасть. Не просто же кусок металла просим». «Значит, надо идти нам», — сказал Денис. Настя кивнула. «Только я, думаю, не на склад. Во-первых, там шарится охрана. Не то, чтобы за каждым шагом наблюдают, но ходят. Это дополнительные проблемы. Искать будет не так просто. Даже ночью. Вот сам третий участок уже попроще в этом плане. Его охраняют только днем, пока там смена. Он находится далековато. Без транспорта мало кто туда попрется. Особых прям ценностей все равно не наберешь. Есть вариант вам там затихариться до темноты. Найти нужные железки. И можно махнуть через забор. Там уже придумаем, как вас можно забрать. Могу я как бы по вызову приехать? «Могу поехать только я», — вызвался антиквар. «Я же знаю, что нам нужно». Настя критически осмотрела его снизу вверх. «Нет, с тобой надо людей. Там, скорее всего, придется двигать тяжести. Один ты или не справишься, или копаться будешь неделю». «Да не вопрос», — Олег уже пританцовывал от нетерпения. «Ты, главное, доставь нас на место». Мерный скрип успокаивал. Денис посмотрел на сидящего напротив Олега. Застывшее лицо. Умом он явно не здесь. Сосед Дениса пошевелился, чуть сплющив сидевших рядом. Эта поездка Денису нравилась. Он никогда еще не катался на таком транспорте. От заводов до мест добычи проложены рельсы. Когда они с Олегом на следующий день пришли на станцию отправки, он ожидал увидеть поезд. Вместо него стояла длинная платформа с рядами лавок. По центру — огромная ручка-качель. Двое мужиков в толстых перчатках уже стояли около нее. Пять таких платформ выстроились в ряд друг за другом. Троица вместе с Денисом уселась на лавку. Денис переживал, не станут ли коситься на чужаков. Маска, куртка, но тем не менее. Никто не стал. Рабочие уже переговаривались друг с другом, либо смотрели в сторону. Качальщики взялись за ручки, и платформа плавно тронулась. Вообще ехала очень мягко. Если бы не место ее прибытия, то Денис счел бы такой транспорт даже неким развлечением. Пускай бы и он сам качал ручку. Зато едешь тихо, приятно, наблюдаешь природу. Позади оставался дымящий трубами серов. Денис сидел к нему спиной, и скоро город скрылся. Короткий живописный коридор, прорубленный сквозь огромные ели. Денис даже переживал, не выдаст ли себя постоянным бегающим взглядом. Для всех остальных вся эта живопись не больше, чем ежедневный фон. Как стены дома или рабочего кабинета. Транспорт плавно подкатил к длинному деревянному перрону. С разговорами, вздохами и кряхтениями люди выходили на работу. Человек, проведший их, коротко махнул головой, завяза собой. Ребята и антиквар влились в людской поток. Идти пришлось недолго. Сотня другая метров, и земля заканчивалась. Все люди проваливались куда-то вниз. Подойдя, Денис вновь не мог не восхититься. Даже Олег на несколько секунд задержался. Огромная яма с копошащимися в ней людьми. Будто останки древнего гиганта, постепенно съедаемого мелкими тварями. Вниз шли довольно крутые лестницы. Поутру они были еще и довольно скользкими. Вдоль стен карьера висели огромные клети, поднимаемые наверх лебедками. Рабочие в тачках привозили добытое. Следуя за проводником, все трое получили инструмент. Моток крепкого каната с крюком, лом, лопаты. Дениса даже взяла некая гордость, ему не впервой орудовать подобным. В отличие от остальных. Даже от боевого Олега. Сам же немного устыдился ребяческим, хоть и искренним чувством. Все четверо прошли на участок. Особых инструкций здесь не требовалось. Рабочие просто врезались в стены, доставая из них все инородное. Одновременно с расширением, разработка по спирали двигалась и вниз. Антиквару было поручено походить по всем участкам, поприсматриваться. Если он увидит в кучах интересные вещи, сразу же звать остальных. Они все это погрузят, либо прикроют антиквара, пока он снимает нужные детали. Вздохнув, Олег бросил взгляд на Дениса. Работаем. Денис кивнул, надевая толстые перчатки. Им пришлось провозиться почти весь день. Антиквар ходил кругами, но все время сообщал. Не то. Одни куски. Совсем ржавое. Денису с Олегом скучать не приходилось. Этот карьер действительно был насыщен прошлым. Буквально минут десять отбрасывание почвы, и лопата звякала обо что-то. Вытащили покореженные листы металла. За ними огромный контейнер. Тонкий столб, с прикрученной к нему круглой пластиной. На ней даже сохранились остатки красной краски. Посередине угадывался белый прямоугольник. Олег покрутил эту штуку в руках. Махнул в воздухе. «Удобно шлепать всяких уродов», — сказал он и бросил добычу в тачку. Наконец прибежал довольный антиквар. Яростно тыкал рукой в сторону одного из участков. Олегу даже пришлось его утихомирить. Они подождали, пока те рабочие отвезут свою добычу к погрузке. Закрыв с собой антиквара и специально медленно, с руганью разгружая свою тачку, они дали ему время снять нужные детали. После этого им и самим улыбнулась удача. Они откопали очередной контейнер, полный непонятных приборов со стрелками. Денис постучал по окошкам этих приборов. «Стекло», — негромко сообщил он Олегу. Антиквар от радости чуть ли не с криком запрыгнул в контейнер. Домой ехали с еще большим наслаждением. Денис вновь философствовал. «Как бывает приятно просто честно отработать, вернуться домой. Были бы средства жить, а больше и не надо. Взаимная радость. Предприятие получило работу. Денис — удовлетворение и обеспечение жизни. Хороший мир, сплошная эффективная доброта. В идеале». Вечером доложили Насте и Жене со странником о находках. Антиквар обещал починить свой винтокрыл за день-два. Они даже это отметили, расставив на столике стопки с напитком. Денис вновь настоял на безалкогольном. Настя тоже пришла не с пустыми руками. Через свою невероятную сеть ей удалось кое-что узнать. Во-первых, в этот диспансер просто так не попадают. Нельзя прийти и сказать, я больной, негодный, забирайте меня. Должен привезти или врач, или сотрудник СБ. И также врач диспансера должен пациента принять. Во-вторых, есть там некий отдельный корпус, куда даже обслуживающий персонал допускают далеко не весь. Вроде бы там содержатся сумасшедшие, но из-за закрытости точно сказать не могут. На уровне слухов. Но, скорее всего, Славка именно там. Значит, чтобы туда попасть, нужно иметь соответствующий диагноз. А еще поговаривают о неком неизвестном тесте. То есть, вроде бы приводили туда иногда сумасшедших, но не оставляли в том отделении, а отсылали в обычное. Что там такого проверяют, Настя узнать не смогла. Женя переглянулась со странником, и Олег это заметил, но комментировать не стал. В заключении Настя рассказала о системах вентиляции. Однажды ее прочищали в корпусе со стариками. То есть, имеется скрытый выход из зданий наружу. А когда эти рабочие проверяли все системы, то случайно наткнулись на коридор, ведущий из старческого, как они называли, в туалет того самого тайного отделения. Из туалета им даже не позволили выйти, лишь закончить свою работу по вентиляции и вернуться назад. С выходом более-менее ясно. А как же нам войти, раз все так строго с проверками, диагнозами? Спросил Денис. Попросим какого-нибудь хорошего доктора. Хищнически улыбнулась Настя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok